Друзья, приветствую вас на канале Разводня как Хобби. Сегодня будет достаточно интересное видео. Сегодня мы в очередной раз посмотрим, как работает система фильтрации на моей разводне. Вы узнаете, сколько аквариумов она обслуживает, какой объем воды в этих аквариумах. И также узнаете и услышите много другой полезной информации. Желаю всем успехов в аквариумистике. Итак, кто еще не видел, вот такой вид у меня имеет сам. Четыре отсека. Первый отсек для приема воды. Как видите, серая труба это вода, которая сливается с третьего яруса и частично со второго. Белая труба это труба, которая вода сливается вот с этих сорокалитровых аквариумов. Ну, выростничков таких небольших. Значит, размеры сампа. Длина его метр десять. Ширина сорок один сантиметр. И высота пятьдесят сантиметров. Вот эти вот отсеки, которые для загрузки субстракта. Здесь, кстати, находится лава. Имеют размер двадцать на четыреста десять, на сорок один и на тридцать девять. Ну, то есть, длина вот здесь их двадцать. Высота тридцать девять. И в глубину они сорок один сантиметр. Получается, общий объем для загрузки тридцать два литра. То есть, тридцать два и тридцать два, шестьдесят четыре литра. Ну, я практически не думал никогда, что загружать. Купил обычную вулканическую лаву и ее загрузил. Ну, она загружена, видите, меньше, чем наполовину оба отсека. То есть, надо еще докупать. Ну, практически на сегодняшний момент этого объема загрузки хватает для того, чтобы обслуживать тот объем рыбы и тот объем воды, который есть у меня на разводне. Значит, каким образом сделаны первый отсек? Ну, первый отсек, здесь у него получается 14 сантиметров его ширина. Он предназначен и только для приема воды из аквариумов. Внизу в данный момент находятся две среднепористые губки. Ну, каким образом? Там стоит одна губка разрезанная с четырехсантиметровой ширины. Потом между ними там стоит керамика и еще одна губочка. То есть, первая играет роль, как бы, полной очистки того, что попадает. А вторая уже, как бы, дублирует ее. То есть, вторая практически чистая она. Вся муть, грязь задерживается в первой губке. Потом я ее с первого отсека отсюда воду, когда выключаю сам для очистки, с первого отсека воду сливаю, аж прямо ниже, чем верхняя губка. Вынимаю эту губку и ее хорошо под проточной водой промываю. И потом опять ее ставлю назад, и она работает. Вот я сейчас снимаю, да, видите, губка засорена. И вот здесь можно видеть, есть перепад воды, вот здесь. Вот именно этот перепад говорит о том, что эту губку нужно уже менять. То есть, ну, не менять, а мыть, потому что вода не полностью, не так хорошо проходит через фильтрующий элемент. Значит, далее, что касается наполнителя. Наполнитель у меня, как я уже сказал, обычная вулканическая лава. Фракция 2,5-3,5 см. Она достаточно пористая, на ней очень хорошо поселяются бактерии. Вот. Между отсеками есть переливные, так скажем, отсеки, да, которые, вот здесь ширина у меня 4 см. Здесь свободно можно поставить распылитель, например. Один, вон, второй стоит. Кстати, здесь распылители стоят для того, чтобы вот здесь, вот в этих отсеках, вот в верхних, вот здесь и вот здесь не образовывалась бактериальная пленка. Потому что если нет здесь распылителя, то получается такая тема, что здесь, в этих отсеках нет движения вверху воды. То есть вода вот здесь переходит и, ну, застаивается. То есть получается пленка. Когда стоит распылитель, он воду аэрирует, она здесь движения, и тогда ничего не образовывается. Значит, последний, четвертый отсек, здесь он предназначен для того, чтобы подавать воду в аквариумы. То есть на ярусы, на третий, на второй. Вот эта вот большая помпа, 10-ваттная, подает воду на второй ярус. Рядом помпа, которая стоит, она подает воду на третий ярус. Достаточно хорошо справляются, вопросов к ним нет. Значит, здесь еще вот в этом отсеке, между третьим отсеком и помпами, стоят обогреватели. Два обогревателя по 300 Вт. Достаточно легко справляются с той нагрузкой, которая есть. То есть объем воды хорошо прогревают до 26 градусов. Четвертый отсек, сделанный намного шире, чем все предыдущие, для того, чтобы при остановке помпы, например, при подмене, чистке первого отсека или отсеков с субстрактом, достаточно было объема для того, чтобы принять всю воду, которая сольется с аквариумов, с третьего и со второго яруса. Теперь давайте поговорим, какой же объем воды обслуживает этот сам. Значит, вверху вот на этом ярусе два аквариума по 110 литров. Вот этот аквариум 140 литров. Вот этот аквариум, который рядом, 100 литров. Вот этот еще 140 литров. И вот эти два аквариума по 110 литров. То есть получается на третьем ярусе у нас 820 литров всего лишь. Теперь второй ярус. Здесь нерестовики по 40 литров, ну не рестовики, а выростные аквариумы по 40 литров, то есть это 160 литров. И здесь 4 аквариума по 80 литров. Это 320 литров. Итого получается на сегодняшний момент сам обслуживает объем воды 1300 литров. Ну вот здесь еще будут нижние аквариумы стоять у нас. Вот здесь будет большой стоять. Вот здесь на месте гупешника, гупятника, гупешника, как его назвать, там где гупики у нас подрастают. И вот здесь будет стоять тоже еще, вот здесь бардак у нас, но здесь тоже будет стоять два аквариума. Эти аквариумы, скорее всего, будут на протоке. То есть они будут не зависеть от этого сампа. Ну, по крайней мере, вы сейчас видите, сколько рыбок здесь. То есть достаточно большое количество, достаточно такой нормальный объем воды. Этот самп справляется без проблем. Ну и последнее еще забыл сказать. Вот здесь, значит, принцип работы сампа. Вода попадает сюда. Первый отсек проходит через фильтрующий элемент. Вот здесь внизу есть 3-х сантиметровое отверстие. Вода сюда заходит, поднимается сюда. Здесь переливается. Проходит через наполнитель. Опять здесь есть отверстие. Опять поднимается вверх. Опять заходит сюда. Опять выходит сюда. И попадает в отсек, где помпами попадается наверх. Значит, смысл сампа такой, что вода обязательно должна попадать на субстракт сверху. То есть она должна его не снизу вот так вот заходить, там как-то, а именно сверху. Для этого делаются эти перегородки. И еще для того, чтобы вот эти вот губки... Ну, сюда еще можно поставить там фильтровальные мешки. Но я не стал этим заниматься. У меня не такой большой объем, чтобы эти мешки ставить. Да, они говорят... Посмотрел много видео, они там сильно забиваются, быстро. Еще неудобно. Я поставил просто эти губки. Но еще хорошо бы было, перед вот этим вот отсеком, то есть сюда здесь, видите, вода заливается большим напором. Предоставить еще какую-то емкость, скажем так, предварительный отстойник. Тогда бы вообще было идеально. Сюда вода заходит в отстойник, и здесь она бурлит. Там наложены разные сетки, там, ну, мочалки, все, что хотите, которые задерживают всю основную муть. И потом уже спокойно водичка сюда затекает, минимально очищается и проходит по всем вот этим субстрактам. И тогда было бы вообще идеально. Вообще было бы без проблем, никакая грязь бы сюда в самп особо не попадала. Этот самп работает уже 7 месяцев, без проблем, справляется, все отлично. Друзья, ну вот такое видео у нас получилось небольшое. У кого возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь, если будут серьезные вопросы, значит, сниму дополнительное видео. Все, до встречи на канале Разводня как хобби. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok